Его ждали долго. Разработка МС-21 велась с первой половины 2000-х годов. В зависимости от версии, лайнер сможет перевозить от 150 до 210 пассажиров на расстояние более 5000 километров со скоростью 870 километров в час. В конструкции МС-21 используется несколько новых для российской гражданской авиационной промышленности технологий. В частности, речь идет о крыле большого удлинения, выполненном из композитных материалов. Также на самолете будут установлены и новые авиационные двигатели отечественного производства. Круто, что можно сказать. Я от души поздравляю вас с событием, очень долгожданным для всей нашей гражданской авиации, для авиастроения, да и вообще для всей нашей страны. Сегодня мы впервые видим МС-21, один из самых современных в мире лайнеров. Крупнейшим заводом-кооперантом по программе МС-21 является Ульяновский Авиастар. За предприятием закреплены работы по изготовлению комплектов панелей на отсеке фюзеляжа, подкелевого отсека и отсека ВСУ. Также в Ульяновске производится изготовление всех дверей, по 11 на каждый самолет и хвостового оперения. На производственной площадке аэрокомпозита изготавливаются верхние и нижние панели киссонокрыла, передние и задние лонжероны, дренажные короба, а также панели центроплана. Всего Ульяновск поставляет более 60% комплектующих для лайнера МС-21. Кроме элементов силовой конструкции есть еще и другие вещи. Это очень много, большое количество электрики, большое количество трубопроводов, которые, конечно, делают Иркутский авиационный завод в основном. В общем-то, основная трудоемость, конечно, она будет по сборке на ИАЗе. Ваш вопрос, ну, если корпорации, страна решит, что параллельно нужно организовать сборку Ульяновск и МС-21, будем организовывать. Кроме того, в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения разрабатываются информационно-управляющее поле кабины самолета МС-21 и система управления общесамолетным оборудованием. Для региона, выбравшего одним из приоритетных направлений развития самолетастроения, выкатка новейшего авиалайнера – огромный шаг вперед. Для нас это огромный шаг вперед. Мы действительно имеем желание построить суперсовременные самолеты, как минимум МС-21, Сухой Супер-Жет-100, все, что связано с самолетами, которые придут на смену другим самолетам. Поэтому это и производительность труда, и новые рабочие места. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов, кооперация по строительству авиалайнера МС-21 для региона – не просто элемент реализации программы импортзамещения, поставленной президентом страны. В первую очередь это развитие потенциала ульяновских авиастроителей.